Пряники – старинное лакомство, издавна известное своими чудесными вкусовыми качествами. Это угощение славится на весь мир, и от него не откажутся ни взрослые, ни дети. В канун Дня матери кондитер Светлана Конопадская провела мастер-классы в садах и школах славянки, где познакомила детей с секретами пряничного дела. Я очень давно занимаюсь кондитерством, но последние пять лет я занялась пряниками. Я очень влюбилась, просто однажды увидела в интернете, посмотрела, начала делать, у меня стало получаться. Я очень люблю это дело, я могу часами до ночи сидеть и творить. Ну а в последнее время очень много детей, которые им очень нравятся. Думаю, почему бы не устроить мастер-класс за буквально два дня, ну три школы, четыре садика. Многовековая история пряников допускает расхождение рецептов. Разные кондитеры кладут в пряники разные специи и ингредиенты. Но основные критерии – аромат, внешний вид, вкус готового теста и, конечно, польза. Ведь главный ингредиент – имбирь, корень здоровья. Сегодня имбирные пряники продают как в супермаркетах, так и в небольших кондитерских лавочках или пекут под заказ. Большой срок хранения, масса возможностей для художественного оформления – вот за что любят пряники в качестве подарка. Сам состав пряника мне очень нравится, что если вдруг у кого-то аллергия на мед, то в составе меда нет. Это козульное тесто, которое варится, оно заварное. Хранится пряник такой полгода. Там специй очень много, там имбирь. Это очень полезно, все, что находится в прянике, на жженом сахаре. То есть те, кто даже кашляет, болеет, даже многие говорят температура, съел пару пряников – и здоров. Вот поэтому тесто очень замечательное, с ним очень хорошо работает. Мы делаем огромные дома, какие-то скульптуры. Ну то есть это очень классно. В процессе мастер-класса Светлана рассказала детям об истории пряников, полезном составе и особенностях росписи глазурью. Дети были очень увлечены процессом. Они не только украшали пряник для своих мам, но и сами испробовали вкусное лагомство. То, что сегодня происходило, это для меня, конечно, такое вдохновение. Это так приятно за детьми наблюдать, как они творят. Я отпекла 1200 пряников за эту неделю, и ни один пряник не похож друг на дружку. Настолько все разные, настолько все дети индивидуально к этому подходят. Это очень здорово. Меня это вдохновляет на дальнейшие работы. Следующий мастер-класс я предлагаю сделать тематики Нового года. То есть это будут какие-то елочки, Дед Морозы, снеговики. Приглашаю к себе в ФОК и буду ходить также по школам и по садам. Я всех жду. Все, мамы! Ольга Полевая, Владислав Евдокимов. Новости Славянки. Новости Славянки. Продолжение следует...